Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас в городе, в курорте Анапа. И у меня опять для вас такие прям страшные новости, опять из Крыма. К большому сожалению, сегодня опять был атакован Крым, Севастополь в частности. При атаке были уничтожены три надводных беспилотника. Они пытались проникнуть в бухту, военные корабли не пострадали. Ранним утром Черноморский флот отбил атаку, моряки вели огонь нестрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели. От взрыв уничтоженных морских беспилотников в зданиях на Ленина-2 и в доме Москвы повыбивалось стекла. Никто не пострадал. Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь. Продолжается контроль обстановки. Все оперативные службы наготовят, сообщил губернатор Михаил Развожаев. При этом в это же время у нас над Черноморским побережьем в районе Крыма опять летал американский беспилотник. Ну вот хотелось бы, наверное, чтобы они больше у нас тут не летали. А как-то сами приводнялись, как в прошлый раз. К большому сожалению, все неспокойнее становится таких новостей. Будем надеяться, что все-таки все будет хорошо. И наши научатся вообще даже не подпускать и близко правовские беспилотники к нашим городам Черноморского побережья. А я вас приветствую из центра города Курорта Анапы. Сегодня я был в администрации города, куда меня позвали на совещание мэра с волонтерами. В конце совещания была подарена вот такая вот благодарность общественному деятелю. За активную гражданскую позицию, большой личный вклад в волонтерское движение на территории муниципального образования города Курорта Анапа. Спасибо большое, что оценили. Также были озвучены много вопросов. Волонтеры говорили о том, что им требуется. Я попросил Анапскую администрацию с тем, чтобы, может быть, они задействовали свой ресурс для запросов в другие муниципальные образования. Либо по своим базам. Там конфискованные машины, машины по суду мне также сказали, что, возможно, будут рассмотрены высокой проходимости для предоставления нашим дорогим солдатам на СЛО. На что администрация пообещала посодействовать в этом вопросе. Это было просто невероятно. Классно, если бы нам такую помощь оказали, мы бы смогли гораздо большим бойцам помочь. Я благодарю каждого человека, кто в Анапе участвует в волонтерской деятельности. Я вас сегодня увидел очень много. Конечно, возможно, были не все, даже те, кто участвует. Участвует. Допустим, я ребят знаю, с Витязи буквально недавно с ними лично, так сказать, познакомился. Кто тоже с первых дней ездит на СЛО, помогает. Всем, кто помогает, низкий поклон. Вы самые большие молодцы. Потому что только единым фронтом мы сможем отстоять нашу родину, дорогие друзья. Для тех, кто не понимает о том, что идет война против России, правда, на чужой территории, это очень плохо. В это время уже надо знать и понимать все точно и верно. И ни в чем не сомневаться. Спасибо всем, кто из моих подписчиков поддерживает меня. Спасибо семье Зверевых. И по этому поводу давайте посмотрим распаковку машины, которую мы вчера сняли с Максимом. Хорошая заставка для нашего видео, друзья. Я вас приветствую, мои дорогие, в Анапской станице на переулке Тихом 28 СТО Вектор. Приезжайте обязательно к Максиму. Сегодня Елена у Максима меняла маслица. Говорит прям довольна и счастлива она. Здравствуйте, Максим. Пару слов вообще, почему ее купили? У меня хороший взгляд, потому что мы купили денег нормально. Человек как нормально отнесся к нам. Юру знают. Машины не обманули. Покупали дистанционно. Помогали с покупкой. По работе мелочи, короче. Резинки под рессорами поменяем. Ты уже поднимал ее, да? Да, я поднимал, посмотрел с утра. Мне тоже было интересно. Поднял, посмотрел. Кардан поменяем. Новый или бэушный передний возьмем. Сальник поменяем. И резинки под рессорами поменяем. Ну, он хоть и говорил, что там меняли. Может, все-таки фуфлыжные попались ему. Там вообще ни о чем. Просто машина огонь. Денег своих реально стоит. Вели через WhatsApp, через связь, видео. Человек смотрел, показывал. Задавал ей вопросы. И он показывал. Это Слава все рассказал. Да, Слава. Слава молодец. Просто, просто, да. Я сегодня сказал им о том, что, коллега, вы сделали правильный выбор. Да. Все отлично. Машинка. Может быть, кому-то там внешне она будет выглядеть как-то не очень. Но на самом деле она просто огненный огонь, так сказать. Даже резина, Максим говорит, даже пупырышки на резине есть. Это уже говорит о том, что мы экономим минимум 35 тысяч рублей. Правильно? Да. По ходовке, вот как Максим сказал, что там небольшие какие-то изменения по двигателю и всему остальному, Максим остался прям вообще доволен. Да, мотор шепчет, все давление четкое. Ну, давай послушаем, как он шепчет. Просто песня, да? Да. Машинка завелась. Карбюраторная. Хороший вариант, почему бы и нет. Смотрите, как выглядит салон, какие сечения здесь стоят. Органайзер. О, можно кофе пить. Да, проблема в том, что постоянно все слетало. Здесь сделаете органайзер. Сделали музыка. Не работает. Ну, это мелочи жизни. Она там не нужна, чтобы слощили квадрокоптера разная. Посмотрим, как выглядит движок. Работает без нареканий. Нет залития маслом. Да, вот то, что... Нет, ну, там есть, но ты их не боляч. Там, ну, такого же нету, что он в шубы порос масляный там. Четко. Все, звук вы сами слышите, работает великолепно. По салону машина вообще служила... Санитаргом. Да, то есть она была... Видны петли для носилок, полозья для носилок. Пойдем покажем. Было санитаргой. То есть работает, вы сами слышите, отлично заводится, как часики. Нам радиатор отдали. Сказали, что не текет. Поменяли на более потолще производительный. Оставший там греется. Вот полозья для носилок. То есть вот заезжали носилки, а салону крепление для носилок. Даже вот сидушки откидывающие. Покажи, как они работают. То есть система вообще... Я не знаю, кстати, нужные ребята будут. Надо будет спросить, потому что им надо их главное перевозить. Потому что четыре человека там садятся. То есть также к нам приехали посылочки. Ну, давай ты раскрывай. Тут что-то я... Мне все говорят, что я там раскрываю, наедаюсь. Давай ты наедайся. Когда узнали, что для солдат, еще это мы, подписчики. Ну, достанет любую баночку. Баночку. Смотрите, как запаковано. Вообще. Фикарно. Это варенье клубничное. У меня же люди потекли. Максим сразу убрал. Огурчики. Сливовое, по-моему, варенье. Ты представляешь, насколько я ориентируюсь? Ладно. В общем, закатки, дорогие друзья. Вот целый ящик. Так и надпись на стекло. Стекло, да. С этим ящиком нам будет аккуратно. Уедет на СЛО к нашим дорогим ребятам. И еще одна коробочка. Никотинус. Сигареты. Пару. Тут трое. У меня там больше блоков. И слабо. Разные. И лекарства. Лекарства. Винтики разные. Йод. Таблеточки. Разнообразные. Ну что, можно Ивану с Ириной что сказать? Спасибо вам огромное. Вот реально от души. Спасибо за машину. Мне хоть полегче будет. Я там сейчас чик-чик-чик. Вот ты скажи, вот по-честному, за сколько ее можно вечером, даже не дней, а вечеров сделать? Вечера три, четыре и все. И все. То есть машина готова, машина поехала. Все, сейчас все эти вопросы с запчастями. Максим заказывает. Ждем от Артура из Ростова ответ по поводу того, если там бэушный какой-нибудь хороший кардан. Либо мы берем новый абсолютно и устанавливаем сюда. Все странные запчасти Максим так же заказывает. И в принципе все. Ну то есть даже по-хорошему там машина можно и сейчас сесть и уехать. Правильно? Да, да, да. Ну просто чтобы там вопросы не возникали в процессе эксплуатации. Просто сделаем все. Чтобы уже не касаться ни кардана. Жидкости все проверим, чтобы так же все было хорошо. И поехали. Еще Слава. Дорогой Слава, тебе спасибо. И от меня, и от Максима тоже. И вам, друзья, спасибо. Особенно огромное спасибо семье Зверевых за поддержку дорогих наших солдат. От души благодарим. Также еще с посылками передали вот такие вот банеры. Ну вам всем привет. Черноморский. Меня зовут Юрий Азаровский. И сегодня мы прогуляемся до моря. Так как информации вы уже получили очень много. Посмотрим по сторонам на Анапу, готовящуюся к короткому сезону. У нас сегодня довольно-таки тепло. И вот находясь возле фонтана, который также готовится уже к летнему, весеннему открытию, могу вам показать то, что у нас на градуснике 15,2. Хотя обещано было всего лишь плюс 12. Единственное, что с утра светило солнышко. Сейчас довольно-таки пасмурно. Людей очень много. Вот ссылочки в описании. И в этом углу вы можете посмотреть видеосюжет, в котором я вчера делал поездку по всей Анапе. Единственное, что не показал парк 30-летия Победы. И это все было на закате. Поэтому, дорогие мои, пересмотрите этот видеосюжет. Получился он довольно-таки интересным. Выпустил его на второй канал, чтобы здесь не перебивать видеосюжет. Буду стараться, чтобы как можно больше информации вы получали. Поэтому подписываемся на оба. Но самое важное, друзья, внизу кнопочка подписаться. С правой стороны от нее есть колокольчик. Можете нажать подписаться, отписаться и выбрать колокольчик, чтобы там было все оповещения. Приходили от канала. Их будет немного, но они все будут важны и для вас. Особенно для тех, кто собирается к нам на отдых. Ну, а также для тех, кто собирается помогать нашим дорогим солдатам. Хотелось, конечно, вам пение птиц показать. Ну, какают вороны. Пожалуйста, одуванчики на газоне. И почти все лавочки заняты людьми. Это прям очень сильно радует. Потому что столько людей у нас гуляют по центральным улицам Анапы. Любимые мои места. Потому что я здесь очень долгое время учился. Во второй школе. Потом в ПУ-74 на Краснодарской, Крымской пересечении. И очень много времени проводил в администрации. Поэтому мне прям льстит, когда сюда приходишь, вспоминаешь юность, детство. Помню парк, который здесь был мозаичный, с фигурками разнообразными. Вот здесь, посмотрите, какое дерево. И уже листочки на нем. Все, весна, ребят. Посмотрите, и цветочки. То ли я сегодня не поел, то ли здесь действительно ароматы очень вкусные. Разлетаются по сторонам. Прямо кушать захотелось. Гироскинг, пожалуйста, готовят ребята шаурму. От них такой прям неповторимый аромат идет еды. Но мы сегодня с вами пойдем не про еду снимать, а прогулку в парке нашим показать. Потому что парк у нас очень большими изменениями в этом году также. И уже совершенно готов для встреч наших отдыхающих. Которые к нам в этом году будут приезжать большими количествами. Если вы сомневаетесь, то даже сейчас посмотрите, сколько людей. Сравните с видео прошлых лет, и вы увидите, что здесь было в это время еще довольно-таки пустыно. Вот вам и дети, и там вот на начале набережной перед морем большое количество людей. То есть все ходят, гуляют. А это говорит о том, что в Анапе очень много людей отдыхает. Мы проходим с правой стороны. У нас находится Формула-1. Вот краски на месте того парка мозаичного. И здесь можете увидеть цветочки тоже. Красота, одуванчики. Аллея космонавтов. Эти сосны были высажены космонавтами. С левой стороны работает все в кафе. Ну, на улице, по крайней мере, или нет, внутри присутствует. Здесь мы видим, что также высаживаются растения. Помните, когда-то здесь стоял аттракцион. Все отдано не на то, чтобы зарабатывать денег, да, получается, а именно на формирование зеленых красивых зон и такого шикарного облика Анапа, который был бы очень притягательным. Белая шляпа, знаменитый символ, который заимела случайно Анапа. Я думаю, фотография у всех, кто был в Анапе, кто был в парке, с этой шляпой имеется. Довольно-таки непривычно видеть, что Анапа озеленяется. И владельцам парка, он в частной собственности, это не городской. Большое спасибо за то, что заработок от сдачи ролетов они поставили ниже, чем красивый облик и привлекательность ихнего парка. Поэтому я призываю всех, приходите, катайтесь, наслаждайтесь. Колесо обозрения тоже анапское наше, сделано в Юровке. Чтобы вы понимали, что у нас есть и такие интересные производства. И здесь тоже одуванчики с желтыми пятнышками появляются. Семьи гуляют с детьми просто, девушки красивые, мимо проходят. С правой стороны у нас аквапарк. Я его считаю лучшим на Черноморском побережье после реконструкции, появления вот этого комплекса. Город там на любой вкус и цвет можно найти себе развлечение. Смотрите, сколько просторы. Сейчас вот идут работы в этой части, мы к ним сейчас вернемся. Давайте сначала в правую сходим, покажу. Тут и магазинчики есть, и карусель очень красивая. Как здесь вот просто оформировали пространство. И деревья остались, и плиточки все сделали. И в летний зной здесь очень красиво и симпатично. И вот, в принципе, есть торговля, но она находится чуть-чуть в сторонке, а не прямо по проходу, чтобы вы все втыкались в эти магазины. Не все, кстати, торговые площади взяты в аренду. Есть те, которые работают, кто-то ждет лето. Ну, а есть те, которые еще свободны. Так что предприниматели, спешите сюда. И вот такая вот качель. Мне самому хочется на ней прокатиться, потому что это такое вот прям, знаете, как из фильмов. Очень красивая, классная, с лошадками, каретами. Прям привлекательно выглядит. Вот там касса стоит тоже симпатичная. Ну, а дальше там Краснодарская улица, проход к морю, который не перекрытый. Напрямую вы выходите на центральный пляж. Чуть далее по правой стороне есть кафе «Ласковый берег» и детские аттракционы. Здесь на маленьких гостей нашего курорта порадуют разнообразные качели, машинки, поезда, слоники. Возле каждого аттракциона есть мусорка и лавочка, но также оригинальные фонарики в подсветке. Слушайте, я рассказываю, мне кажется, что я делаю какую-то рекламу этому парку. Но честно, таким пространством в Анапе, наверное, надо делать рекламу. Просто посмотрите. То есть никаких оборванных мест. То есть здесь тротуар дальше переходит в улицу Краснодарскую. Там также вазончики, цветы. Какая колоссальная работа была проведена в этом парке, чтобы он получился именно в том виде, в котором мы сейчас с вами наблюдаем. Пожалуйста, лавочки, мусорки. Все то, о чем я прошу, чтобы это было у нас не вау-эффектом, а везде и так было принято. Вот, пожалуйста, выход к морю по Краснодарской. А здесь плавно перетекает в асфальт тротуар. Ну, я жду ваших комментариев, ребят. Или, может, я слишком сильно восхваляю этот парк. Мне кажется, это очень классное пространство для отдыха наших гостей. Вот помните, разговор был о том, что на центральной аллее не хватает лавочек. Мусорки стоят. Вот эти лавочки есть слева и с правой стороны, куда именно и будут привлекать своих гостей этого парка. Ведь и там, и там я вам везде показал, что можно посидеть и отдохнуть. И, наверное, это правильно, потому что ты идешь, смотришь прямо налево-направо, тебе ничего не мешает, никакие люди рядом тут не сидят, не выпивают, к тебе не пристают. А если хочешь посидеть, сверну чуть-чуть влево-вправо и получил удовольствие. Здесь работает моя подписчица. Вот вам, пожалуйста, спрос на мороженку пошел. Так что приходите и передавайте. И молочные коктейли также у нее. Мы с вами подходим, если смотреть на море, то в левую часть парка. Там вначале у нас летняя эстрада, где выступают наши звезды, приезжающие к нам. Там есть вкусно и точка, колесо обозрения. И здесь мы видим, с правой стороны ведутся какие-то сейчас работы ремонтные. Ну, аттракционов здесь тоже очень много, потому что это все-таки парк аттракционов, который именно этим сюда и привлекает людей. В этом месте у нас был океанариум, в котором сидел лев, который мучился от мелкой клетки. Сейчас он уже, если не ошибаюсь, переехал в Старый Оскол, где и проводит свою жизнь. Говорят, что он прошел уже акклиматизацию, карантин, и сейчас у него уже все хорошо. Можете поискать. Лев Тигран в Старом Осколе. Посмотрите, сколько здесь все, ребятки, делается. Вообще, какая красота. Здесь у нас, я так понимаю, будет автодром. Туда дальше американские горки. Очень большие. Ну, много аттракционов. Как парк заработает в полном объеме, мы обязательно проверяем. И все я вам все покажу. Но самое интересное и главное, что мы избавились от вот этого океанариума. Океанариум. Как этот звук очень сильно надоедал всем. И опять-таки, он променад к морю. То есть, все дорожки соединены, все продумано. Здесь будет какой-то тоже комплекс расположен. Мы в дальнейшем с вами увидим. Я об этом вам также расскажу. В общем, ждем, чтобы парк становился краше, зеленее с каждым днем. И более привлекательным для наших гостей города Анапы. Что сейчас в полном объеме мы с вами и получаем. Здесь, друзья, вот такая вот тоже озеленение оформления. Убрали эту дискотеку, которая здесь каким-то бомжатником. Все это выглядело вот с этими домами. Все заброшено. И высаживают растения. Правда, видите, ветром сюда нанесло песочка. Но мы верим, что и газон порастет, и все поливаться будет. Такая зеленая буферная зона. С этой стороны парка очень много людей. Это прям меня очень радует. Я прям счастливый человек, когда вижу много людей на море. Здесь у нас пляж санаториев находится в летний период. И небольшой кусочек общедоступного пространства. Хочется, конечно, чтобы этого пространства было больше. Есть вышки спасательные. Одним словом, в Анапе красота в этом плане. Что есть места для прогулок, получения удовольствия и всех эмоций, связанных с морем. Удочки плавают. Лебедей, кстати, в этом месте не вижу. Посмотрите, какая прозрачная водичка. Есть там, конечно, водоросли немножко. Но это все мелочи жизни. Анапский берега центрального пляжа. Строится пирс у нас. Новый туда. Дальше у нас для прогулки двухъярусная набережная. Но сегодня наш рассказ не о ней. А именно о центральном пляже и этом великолепном парке. Я готов коричать о том, что теперь у нас самый лучший пахнет, чем на Роском-Побережье. Как хочется в такое море. Я вам предлагаю, наверное, в этом месте и замерить температуру водички. Чтобы вы видели, какое количество людей здесь прогуливается. И радовались этому. Смотришь по сторонам. Солнышко выходит еще. Море такого возогнал цвета становится. Единственное, люди бы еще не в куртках. И можно сказать, лето. Ну или хотя бы весна. Я иду. Прямо такое удовольствие от этого моря. Чистой водички. Солнце начал прям прерывать спину. Очень сильно ощущается приближение сезона летнего. Смотрите, голуби кайфуют. Вот такая вот она Анапа, друзья. Сейчас солнце выйдет. Можно ставить лежаки, загорать. И не обязательно наслаждаться купаниями. Мне прям захотелось сейчас искупаться, честно. Так, здесь у нас центральные пляжи. Соседствуют с санаториями. Ну, опять-таки, береговая полоса. Здесь она такая свободная. Хочется в этом году вот прям восстакаться тем, насколько чисто наше побережье. Если вы помните, там постоянно были камки, которые нам мешали. То здесь сейчас просто невероятно. Классно вам это все снимать, показывать. Потому что это выглядит уже непосредственно как реклама нашего курорта. Там детки играющие в песочнице. Наши Анапска, большой пляжем зовущийся. Там ямочки копают. Чистое море. Анапа. Ван Лав. Раз и навсегда, да? Думаю, вот в этих местах уже никто не поспорит, что это лучшее место и для детей, и для взрослых, для отдыха. Единственное, что когда много людей становится, научат не куда-нибудь уходить. Культура нашего отдыха, не использование туалетов, которые, поверьте мне, здесь есть в достатке. И использование моря в качестве него. Мы когда-нибудь придем к тому, что будут туалеты бесплатные, а море будет тебе говорить, что не ходи в меня, ходи туда. Вот для тех, кто приедет на отдых в любые места, там Черноморского побережья, Турецких, там мест, или еще где-то, куда вас там занесет ваше желание побывать на море. Обратите внимание на людей, очень много пьющих, не ходящих в туалет и заходящих в море, продолжающих стоять по поясе и общаться с друг с другом. Вас это удивит. Просто когда не думаешь об этом, как-то проще жить, наверное. Можно вообще бесконечно идти по нашим пляжам, показывать вам территории. Это причем только центральный пляж Анапы. А сколько у нас еще таких мест великолепных? То есть 40 километров песчаного пляжа. Мы сегодня с вами начали отсоединение каменного с песчаным. Идем дальше, где можно идти и хвастаться. Ты видел, какое море в Анапе? Ты видел, какая красота? Почему ты говорил, что у нас в Анапе плохо? Вот у нас все очень хорошо отрясено. Это лучшие пляжи, как я вчера рассказывал при прогулке по Суко, тоже с чистейшим морем, потому что нет ничего лучше, чем песчаные пляжи, потому что песок, хотя даже песок песку рознь. Если мы возьмем эти пляжи, здесь у нас больше речной, привозной песок, потому что речка Анапка здесь впадает и эти пляжи бывает смывает, их завозят заново. А вот уже от речки Анапки в сторону Джамате постепенно начинаются золотые розы, то, чем именно и славится наш город-курорт великолепными чехноморскими пляжами. Слушайте, пришел сюда, к улице Гребенской. Это центральный, именно центральный пляж, потому что мы проходим с вами лечебный, и здесь еще больше людей. Понятно, шикарное место создали для того, чтобы люди приходили, гуляли, отдыхали, удовольствие получали. Надеюсь, что вам сегодня вот такой долгий променад, мое тарахтение, вот виды красивые моря понравились и напишите об этом в комментариях. Чистейшая, просто береговая линия, которая, ну, вот водоросли исключаются, никакого мусора нет. Еще бы вот людей, которые бычки в пляж закапывают, научить не мусорить, потому что, допустим, здесь на лаванс-зоне имеются мусорки, куда можно утилизировать свои отходы жизнедеятельности. Ой, как жарко становится, а? Прям не узнаю этот город наш любимый. Хочется раздеться и в маечки уже идти. Настолько тепло, друзья мои. Обратите внимание, сколько людей на центральном пляже. Нереально классно. Напись море в море. Вчера красивая фотография была опубликована в Телеграме. Кстати, пользуюсь случаем, дорогие друзья. Подписывайтесь в Телеграм, ВКонтакте Юрий Азаровский и, конечно же, Яндекс.Дзен. Буду вас везде рад видеть. Ну что, а на получшее место? Если кто-то сейчас будет спорить, напишите, почему нет? Почему вам что-то не нравится? Сколько людей. Как же это классно. Какое чистое море. Но все-таки заходят на Донаполь тучи. Такие прям сильные, да, ребята? И солнышко заканчивается. Да, преподавило, да, счастье кадров таких. Давайте возьмем на улицу Гребенскую. Посмотрим, что там есть интересного. И, как вы, здравствуйте, наши подписчики. Приятно видеть. Красота. Собачки отдыхают, голуби летают. Шикарно все. О, вот эти какие лапочки. С мамой играют в песочнице нашей. Лучшее место, ребят, лучшее. Вот в спорте, не в спорте. Вот нам даже вот катаклизмы, потопы показали, да. Смотришь другие курорты, у них там, блин, не успел, не спрячешься. У нас все более-менее нормально. Тихо, спокойно приходит. По тем же самым ветрам, по занятиям спорта, по расположению. То, что мне надо постоянно лезть в горы. У меня одно то, куда ехать там в горы, отдыхать с красивыми местами. То, что надо постоянно вверх и вниз ходить. Это очень напрягает. Здесь практически нет подъемов. Вот там детская площадка. С левой стороны шашлычок готовят. С правой стороны кофеечек. Надпись пляж на пляже, море в море. И все в традициях Ханапы. Это очень приятно, друзья мои. Выходим обратно на улицу. Набережная. Ой, сколько там предлагают всего. Мужики наливают. Если было хорошо. Вот здесь у нас обновляют скамеечки. Возле парк Джузеппе. Начинает кафе и вина расчехляться потихонечку. Тут смотрите, сколько людей у нас проезжает. Красота. Грик стрит. Сегодня там почти битком. Вот так вот, ребята. А здесь тоже подготовка к сезону. Плиточку перекладывают. В общем, красота. Курортный Анапы, друзья мои. Как же не хочется никаких плохих новостей. Хочется только хорошее. Морешко, солнышко. И именно поэтому, друзья, надо как можно сильнее оказывать помощь нашим дорогим солдатам, которые за нас рискуют нашей с вами жизнью. Сегодня очень много правильных слов было сказано на собрании мэра. Я сначала думал, что ничего такого. Но мэр говорил правильные слова, с которыми я солидарен, согласен. О том, что происходит, как происходит. Приняли очень много к действию планов. Допустим, вот Алина попросила поддержать именно финансовую помощь на приобретение материалов для сетей. Это около полумиллиона рублей. Мэр пообещал, что оплатят счет на закупку тканей. Фантастика просто. Консолидация общества. Что может быть круче и важнее нашей любимой Анапе? Хотелось бы, чтобы вся Россия стала единым фронтом именно в тылу наших бойцов. И они получали максимум поддержки, помощи. И чувствовали ее каждый день от нас. Всем спасибо, кто этим занимается. Еще раз низкий мой поклон. Вам, друзья, еще раз привет, Черноморский. С вами был Юрий Озаровский. И, как всегда, по традиции море, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Добавил DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.